Благословенный Рамадан с каналом Али-Атисам Амма Ба'ад, дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату Иншаллах, иншаллах, в этом году тоже будем проводить с вами Рамадан Через несколько дней начинается месяц Рамадан Этот месяц, братья мусульмане, это не как остальные месяца Это месяц мы должны приготовиться к этому месяцу Братья, сколько братьев у нас, которые рядом с нами были, уже нету в этом году Братья, которые с нами молились в прошлом году, есть, которые уже находятся в Ахирате, ином мире Барзахе И мы тоже рано или поздно все попадаем туда Все мы умираем Для этого, пока такой день к нам не наступит Мы должны каждый момент использовать, который Аллах, субханаху ата'алла нам дал Иншаллах, просим Аллаха, субханаху ата'алла, чтобы мы этот Рамадан месяц смогли проводить наилучшим образом Из-за этого через несколько дней начинается Рамадан И мы должны приготовиться к этому Улучшая наши намерения Приготавливаясь к этому Уделять полное наше время для Рамадана Все свои деяния отложить после Рамадана Или же закончить их до Рамадана Братья-мусульмане Пусть Аллах, субханаху ата'алла, облегчит вам и нам Проводить этот месяц Рамадан наилучшим образом Чтобы выйти к концу этого месяца Полностью простившим наши грехи Этот Рамадан месяц Аллах, субханаху ата'алла, говорит в хадисе ул-кудсе Каждое деяние сына Адама для него Разница, это сына Адама или дочери Адама Все деяния для него, кроме пост, говорит Аллах, субханаху ата'алла Кроме Рамадан, да, пост Кроме пост, остальные все деяния для человека Аллах, говорит, поистине, это пост для меня И я буду вознаграждаться за него Имейте в виду, без ограничений Потому что пост невозможно делать показуха Намаз мы можем для показуха делать Пойти в мечети перед людьми помолиться Хадж мы можем делать для показухи Пожертвования можем делать показухи А ураза не можем мы делать для показуха Потому что никто не знает, что ты постичься или нет, кроме Аллаха, субханаху ата'алла Ты можешь людям сказать, показать им, что ты ураза держишь Дома скрытно кушаешь Только ураза остается между тобой и Аллахом И Аллах, субханаху ата'алла, за ураза такое вознаграждение дает Я, говорит, отдам ему вознаграждение Без ограничения Не сказал, например В других деяниях Аллах говорит, десятикратно увеличу Да, семьсот раз А здесь именно поста Рамадан он не ограничил Потом Аллах говорит Поистине является пост, это щит Щит от чего? От харамного, от греховного Если кто-то из вас постится, пусть говорит Не будет ругаться и не будут плохие слова, матерные слова Пусть не говорит Если даже кто-то будет вас ругать Или же порицать Хоть ты хорошее дело, тебе порицают, ругают Скажи, что я пощусь Что я держу пост Рамадан месяца Я не могу тем же словам тебе ответить Клянусь тем, чем моя душа находится в руках Клянусь Аллахом, говорит Пророк, саламу ата'алла Запах, который уходит изо рта постящего Перед Аллахом более милее, более хорошее Чем даже риху миску Чем благовоннее миска Запах мы знаем уже целый За то, что ты не кушаешь Из желудка уходит неприятный запах для нас Но перед Аллахом этот запах Лучше, чем запах миску Почему? Потому что этот запах образовался Из-за поклонения Аллаху, субханаху ата'алла Этот запах образовался За то, что ты послушался Аллаху, субханаху ата'алла И не кушаешь Лиса ими фархатан Постящему человеку два радости Один из них Когда он уже отпускает, радость И все мы бываем целый день 15 часов, некоторые 16, некоторые 20 часов Постятся В конце дня, когда кушают, это радость Это второй радость Когда ты будешь встречаться перед Аллахом Субханаху ата'алла О мусульманин, о мусульманка Это радость Когда перед Аллахом Когда будешь встречать Аллаха, субханаху ата'алла Судный день Нет сомнений, каждый мусульманин Увидит своего Господа Увидит своего Аллаха Увидит Господа Увидит Аллаха, субханаху ата'алла Из этого, о мусульмане, много радости, много вести для нас в этом месяце. Не теряйте зря этот месяц, не теряйте это время. Как в хадисе сказал, из этих радостных вещей запах, который выходит изо рта, он более милее перед Аллахом, чем запах мыскуса. Второе. Каждый день Аллах, Субхану Ата'алу, еще более украшает рай для человека, для постельшего человека. Приготавливает рай, украшает его. Этот месяц Аллах, Субхану Ата'алу, заковывает шайтанов, джинов, чтобы не навредили, чтобы нам не мешали, чтобы мы поклонялись Аллаху, поклонялись Аллаху, Субхану Ата'алу. И не могут они для нас мешать. О, праведные мусульмане, о, общие мусульмане, даже грешные мусульмане, вам пришло сейчас момент просить прощения в Аллаху, Субхану Ата'алу, делать деяние, делать деяние, чтобы Аллах, Субхану Ата'алу, простил вас. О, тот, у кого грехи много, который говорит, у меня очень много грехов, я делал прелюбедеяние, я оставил намаз, я что-то украл, я кому-то ударил, и так же, о, те, которые думают, что у тебя грехи много, у тебя прелюбедение сделало, или же что-то украло, или же ослушалось мужа. Сейчас наступило то время, в котором ты можешь, чтобы Аллах, Субхану Ата'алу, ты можешь, чтобы сделать так, чтобы Аллах, Субхану Ата'алу, простил тебя. Мы не должны понимать от поста, это просто является голод. Мы не должны понимать, мусульмане, пост не только это голод, и не только это жажда. До жажда и голода мы должны так же, чтобы наши глаза постились от харамного. Как не смотреть на харамного? И так же, не смотреть на харамные, пусть это будут харамные фильмы, пусть это будут голые девушки, которые полно сейчас в улицах, пусть это будут харамные взгляды, куда бы ни было, надо, чтобы глаза тоже постились, не смотреть на харамные. И так же постились наши языки. От чего? От хребата, про кого-то, чтобы разговаривать. Анномима, сплетни, или с кем-то спорить, или кого-то проклиняет. Проклиняет уже очень легко распространяется среди мусульман. Проклиняет за мелочь. И так же даже, может быть, сама не думает мать. Иногда бывает даже мама ругает своего ребенка, говорит непристойные слова, пусть Аллах Субхану Таалу тебя накажет, или же пусть Аллах Субхану Таалу тебе закинет ад. Некоторые такие женщины тоже есть, которые ругают своих детей. Будьте осторожны. Это является зульмом, притеснением. И так же, чтобы ваши уши постылись от харамного. Чтобы не слушали харамная музыка, которая портит нас, нашу молодежь. Это музыка, которая портит нашу молодежь. Музыка еще с сценой харамной, открытой девушками, которые танцуют голыми. И этими смотрит нашу молодежь. И даже в сердце, даже потом у нее не приходит, это является харамной сценой. И так же вот эти певцы, которые распространяют нечисть, начиная от маленького, которые до последнего даже поют харамные песни и даже интимные слова говорят на песнях, и наш молодежь на них смотрит и слушает, и этими их поклонниками становятся. Будьте осторожны. Берегите свои уши от харамного. Пусть постятся уши от харамного. Пусть слышат Кур'ан. Пусть слышат какое-то наставление. Пусть слышат наши уши в этом месяце побольше Кур'ана, побольше наставлений, побольше хорошего. И так же, братья-мусульмане, пусть постятся наши руки от харамного, чтобы не бить слабого человека, не бить мусульманина, не делать вреда, не брать харамные, не трогать харамные, и не забирать харамное имущество у кого-то. И так же пусть постятся наш живот не только от халалной еды, вообще после ифтара от харамной еды. Если так будем мы поститься, чтобы стараться и поститься в таком форме, иншаллах, мы в конце месяца выйдем полностью с прощенными грехами, чистыми, как нас родила наша мать, без грехов. Братья-мусульмане, вы не думайте, мы еще молодые. О, молодежь, ты не думай, ты молодой, что я могу делать? Не забывай, что пророк, саллилаллаху алейхи вассалам, при смерти он приготовил армию воевать против Византии, против римлян. Над этим армией, полководцем, командиром кто был? Усам Умн-Узайд, который исполнилось ему 17 лет. Вот наша молодежь, вот наш ислам. Вот наша молодежь, и вот они, как доносили до нас ислам. Не старики к нам из ислам доносили, молодежь до нас ислам доносила. Из-за этого разницы нету сестры, братья. Сперва себя исправьте, потом доносите этот ислам своим родственникам, и потом своим соседям и так дальше. Не говори, меня родители не оставляют. Хотя их много, которые жалуются, родители не оставляют. Я хочу покрыться, мне мать не оставляет. Я хочу пост держать, мне мама не оставляет. Мама тебе не поможет в судный день. Ты будешь спросить. С 15 лет ты уже самостоятельный человек. С 15 лет ты отвечаешь перед Аллахом, субханаху та'алу, за твое деяние. Из-за этого, если мама тебе скажет, оставь пост, ослушайся. Папа скажет, если не будешь, если поститься будет, я тебя из дома выгоню. Ослушайся отца, постись. Если выгонит, это будет испытание на пути Аллаха. Жиза кумуллаху хайран. Пусть Аллах, субханаху та'алу, исправит наше намерение и даст нам силу и искренность, смиренность, чтобы начать первый день Рамадана с хорошим намерением. Ва-саламу алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракату. Жиза кумуллаху хайран. Иншаллах, каждый день перед Ифтаром будем уходить на эфир и делать наставление вам и мне. Если Аллаху субханаху та'алу, даст нам силу. Жиза кумуллаху хайран.